Реконструкция или капремонт. Ещё в 2019 году на согласительной комиссии народные избранники и представители администрации пришли к соглашению. Проекту реконструкции стадиона 12-й школы быть в следующем году. Однако время шло, а проект так и не появился. Пункт о забытом стадионе обнаружился в плане бюджета на 2022 год. Только средства заложили не на реконструкцию, а на капитальный ремонт и разработку ПСД. У нас была программа именно реконструкции школьных стадионов, рассчитанная на 5 лет. То есть мы на 2020 год должны были закончить все школьные стадионы, которые мы заполнили. 16-й, 14-й, 7-й, 19-й, 13-й. То есть на сегодняшний день мы за 5 лет сделали только две площадки школьных стадионов. Поэтому о том, что идёт параллельный процесс школьных стадионов и перестройка, я вообще первый раз слышу. У нас была программа конкретная по реконструкции школьных стадионов. О школьной пристройке впервые слышит не только Андрей Владимирович. Для всех народных избранников это стало новостью. Администрация отклонила поправку о реконструкции, так как в 2023 году 12-й школе планируют построить начальную школу для 300 учащихся. Заявку на строительство отправили в Министерство образования ещё в 2019 году. Но ответа, включат ли объект в госпрограмму новых мест в общеобразовательных организациях, так и не получили. Мы его сделали хоть какой-то там, ну через двух, так далее, какие-то деньги затранили. С 2009 года проект уже тренировали. Это раз. Он с существующим нормам. Проект через три года после его изготовления и передачи заказчику устаревает, время к актуализации. Это два. Если у нас будет возможность построить там нормальный стадион за деньги областного линии федерального бюджета, то я считаю, что это наиболее приоритетный способ развития ситуации. К следующему заседанию депутаты запросили полную переписку с Министерством образования с 2019 года. Ещё одним камнем преткновения в бурных дискуссиях стала поправка Ивана Ситникова о разработке ПСД для Северного парка, а именно 90 гектар лесного массива в границах улиц Берёзовой, Молодёжной, Нижегородской и Раменской. Однако сначала территорию нужно обследовать. Возможно, там есть редкие растения. Это запрещённый период. Ещё раз повторяю, в городе должно быть аккультурное пространство. Если кто-то там бывает, то тебе, Михаил Михайлович, правильно сказал. Но если там проезжали люди, проходили, когда не открылся 4-й капитал, вот на этой дороге готовы, ну, товарищи, демонстрация. Там лыжи-ролеры, мамы с колясками, велосипедисты и так далее и так подобное. Дорога открыли, сейчас по ней гулять нельзя. Так люди ходят по периметру вот этого лесного массива. Вот идут на тротуар, боком, столько людей ходят. Районы большие, не хотите прогуляться. Последним вопросом повестки народные избранники обсудили поправки и путём голосования выбрали те, что отправят на согласительную комиссию. В качестве источника финансирования этих поправок могут стать 57 миллионов, выделенные из местного бюджета на строительство газопровода высокого давления от ГРП-14 до ГРП-16. По новому закону финансирование подобных проектов – обязанность газоснабжающих организаций.